С середины 1990-х на Украине поднимался вопрос о придании особого статуса ветеранам АУН УПА. 11 мая 1995 года Львовский облсовет принял решение о статусе ветеранов Украинской повстанческой армии, гарантии их социальной защиты, согласно которому УПА признана воюющей стороной в Великой Отечественной войне, а ее ветераны – борцами за свободу и независимость Украины на западных территориях. Во всей Европе были разные партизанские движения, что Украина исключение не только коммунистически. Была в Польше армия Крайова, подчиняющаяся лондонскому правительству, и была прокоммунистическая гвардия Людова. Были в Югославии общие коммунистические партизаны, были сербские четники, ориентирующиеся на короля. Но ни в одной восточноевропейской стране не было такого партизанского движения, которое возглавлялось людьми, ранее носившими немецкую форму, как тоже руководитель УПА Роман Шухевич. Эта организация не поддается какому-то логическому объяснению. В свое время лидер, один из участников партизанского движения на Украине Сергей Руднев сказал, «Националисты наши враги, но они бьют немцев. Вот теперь лавируй и гадай». То есть неопределенность, непонятность, кто они, что они. Более того, население не понимало их. Проблема УНУПА была в том, что они хотели быть союзниками Германии, а немцы хотели, чтобы они были просто коллаборантами. Вплоть до 1943 года АУНовцы в составе вспомогательных полицейских батальонов участвуют в акциях против партизан и мирных жителей на Волыне и в Беларуси. К тому времени Украинская Закарпатия и Буковина были оккупированы Венгрией и Румынией. Галиция фактически принадлежала Рейху. Остальная же территория вошла в состав Рейхс-комиссариата Украина. Несмотря на такой неожиданный поворот событий, украинские повстанческие отряды продолжали служить немцам верой и правдой. Очевидно для нас, что если борьба с немцами носила какой характер, приводится статистика боев, что 56 боев против Красной Армии, 47 боев против немцев. И были инструкции, чтобы прямо в бой не вступать с немцами. Воспринимались немцы как все-таки союзники. Тут надо обращать внимание не просто на количество советских войск, а на количество убитых мирных жителей. Надо также подумать и о повстанцах, убитых самими повстанцами по подозрению. Мы делали музей истории университета Каразинского имени Горького тогда. И у нас там была фотография 12 молоденьких девочек, которых после окончания биофака университета направили в Западную Украину работать в школы. Всех этих 12 девочек убили, а комсорга распяли на дверях школы, куда ее направили работать. Я всегда для себя думала, тогда не было так, ну, так остро этот вопрос не стоял, когда мы музей делали, это 60-е годы. Но я всегда для себя думала, чем вам помешали эти девочки Белогенни? Первый этап их деятельности, это, наверное, попытка оказать сопротивление советской армии в 44-м году, когда война еще продолжалась. А потом, потому что после военный период, когда была борьба на выживание, когда была надежда, что война превратится в вторая мировая, плавно перейдет в третью мировую, и там придут американские войска, и как эта надежда исчезала. Ввиду скорого окончания войны украинские отряды националистов всеми силами держались за своих хозяев, терпя при этом поражение за поражением. Уже в июле 1946-го выходит обращение головной команды УПА, в котором указывается на завершение широкой повстанческой борьбы и переход к подпольно-конспиративной деятельности. Убийство в 1950-х годах лидеров повстанческих отрядов Романа Шухевича и Степана Бандеры не поставило точку в полной ликвидации АУНУПА, идеология которых с началом Холодной войны доминировала в националистической иногрантской среде. Субтитры создавал DimaTorzok